Всем здравствуйте. Сейчас моя тема посвящена тому, как посвящать, что нужно сделать, чтобы выживальщику стать из КМС, кандидата в мастера спорта, перворазрядника, на уровне мастера и крестмейстера. Важный момент этому занимает воспитание у себя такого элемента, как называется внутренний страж. Кого-то называется внутренний страж или внутренний смотритель. Суть его заключается в том, для чего эта техника применяется, зачем он нужен. Потому что мы когда чем-то сильно заняты, у нас все внимание, особенно у мужчин, концентрируется на этом. У женщины более обширная область сознания. Она следит за обстановкой. А женщина более приспособлена делать больше дел, у мужчины более сконцентрированы на каком-то одном лень. Когда мы касаемся выживания, когда мы говорим о том, чтобы выжить в бою или какие-то тяжелые ситуации, когда все непредсказуемо, то важный момент получается какой? Нужно это сделать внутреннего стража. Внутренний страж, он у вас, вот вы живете как-то, ситуация, и вот сконцентрирована на чем-то. Необходимо что сделать? Воспитать, расширить свое сознание, да, и из этого расширенного сознания, то есть было такое сознание, расширить вот такое сознание, и вот было так, стало так, и вот кусочек сознания, который у вас образовался, расширенный, пустить на то, чтобы из него сделать внутреннего стража. Внутренний страж, это он следит за обстановкой вокруг, да, что творится. Когда появляется опасность, он либо вас предупреждает, так, будь внимательным, что-то здесь не то, да, что-то тут не так, да, или вот что-то такое вот, и ты начинаешь, ну, подбираешься и начинаешь более внимательно смотреть на окрестности, и замечаешь, замечаешь что-то, что не соответствует, и в нужный момент ты отреагируешь. При соответствующих тренировках этот внутренний страж, он позволяет выжить неожиданно обстановке. Мне внутренний страж помогал несколько раз, и просто сейчас приведу примеры, когда у меня тот внутренний страж, что делал. Первый раз, когда он мне помог, это внутренний страж, когда мне помог, была ситуация, значит, мы находимся, я с группой моих товарищей, у нас там полтора десятка человек. Полтора десятка человек на берегу Черного моря, в лесу, на берегу Черного моря, дикое место, туда на машинах нельзя подъехать, пешком туда не пройти, ну, вернее, там пройти очень тяжело, и вот у нас вот лес, но ты кто жив на берегах Черного моря, то знает, там непосредственно вблизи моря, там нету ни медведей, ни лосей, ни волков, ни шакалов. То есть, ну, в общем, диких зверей особых нет, там ядовитых скорпионов тоже нет, хулиганов нет, бандитов нет, там милиции, полиции, никого нету, то есть никто вас не беспокоит. И вот в этой тишине, и плюс нас там полтора десятка человек, где-то человек 10 мужчин, человек 5 женщин, девушек. И вот это такая тишина, тишь, спокойствие. И вот в этой тишине у нас там была газовая, нет, не газовая, бензиновая, бензиновая горелка. Эта бензиновая горелка неожиданно выплескивает, она неожиданно выплескивает плаве. Метра на два, как огнемет срабатывает. И когда она срабатывает как огнемет, то это была такая внезапная ситуация, ничего не предвещало особо, но я успеваю отпрыгнуть от этого пламени. Выплескал. Ну, естественно, она бы меня не убила, но она бы покалечила, ну, скажем так, когда пламя, лицо, живот как бы, ну, пламя воздействует, то явно, что придется оказывать медицинскую помощь. Я надеюсь, что, ну, я не уверен, что меня товарищи бы не бросили. Ну, у них отмаз был испортен. Тогда сотовых телефонов не было никаких и, ну, вот, что получается. Все, кирдык-мердык. Все, привет. Таким образом, мне вот это вот, мне спасло этот внутренний страж, он меня спас. Второй момент, когда он спас, это было в Москве, на улице Довженко, на улице Довженко. там, перехожу дорогу, лежат эти мертвые полицейские и, ну, две полосы автомобиля сюда и там две полосы туда, но через тротуар. Ну, не тротуар, а зеленую полосу. И вот две машины остановились, где-то вот с этой стороны, и у них все, меня пропускают. И я начинаю идти, переходить спокойно дорогу. И тут вылетает Toyota Land Cruiser 200, черный, из-за них. Он выскакивает на, ну, не знаю, там, сколько у него было скорость там 100-120 километров. Короче, он очень быстро. Он выскакивает на полной скорости, через, объезжает эти машины, выскакивает на дорогу и, ну, вернее, короче, внесется на меня. Только за того, что у меня был уже оторвотанный уже внутренний страж, это позволило мне отскочить. Отскочить, и он там пронесся мимо меня. Сами понимаете, Land Cruiser такая машинка хорошая, особенно 200-я. А вот он бы меня не заметил, водитель и автомобиль переехал бы там мои там 150 килограмм и прошел, и проехал бы мило. С его там тремя тоннами. То есть, это вот нужно воспитывать этот внутренний страж, для чего я вот сейчас эти два случая рассказал, как это, когда пригождается. Зачем еще нужен внутренний страж? Потому что одно дело, там, допустим, я знаю, что завтра у меня будет покушение. Ну, или хотя бы там, ну, завтра, послезавтра у меня покушет на меня покушение, и я что-то делаю. Ну, готовлюсь там оборонять, сижу там, жду, когда на меня там что делать, там, прячусь. А если неизвестно, когда будет покушение, это первое, там, неизвестно, ну, как с этим, с примусом, ну, в кавычках примус, или с этим лангрузером, если это там, покушение, неизвестно, то ли будет, то ли нет. Если все время жить, и вот это вот, если так вот находиться, оператор, сейчас меня убью, у него Макаров в кармане, и вот это вот там, вот это вот, да, то есть там, через там, месяц жизни, там, два, три, человеку, ты уже будешь, такой, я в этом плане, очень хорошо показан фильм, ворошиловском страдке, когда, там, один из героев фильма отрицательных, он всего боялся, что сейчас его там застрелят, и он убил там своего отца, ну, в общем, кого-то из близких выстрелил, потому что думал, что сейчас, ну, вырываются там, бандиты, ну, в смысле, убийцы, да, поэтому вот этот важный момент, внутренний страж позволяет вот это все подготовиться, и сделать, то есть, не бояться, не сходить с ума, с одной стороны, он у тебя есть, он следит за ситуацией, и в нужное время, в нужный момент, это все будет готово, в общем, я сейчас рассказал, как бы, введение, зачем это нужно, для чего нужен этот внутренний страж, почему его нужно формировать, я даже, ну, вот, как бы, в чисто бытовом плане, ну, вот, про этот примус, да, там, абсолютно спокойная ситуация, там, никаких, я не бандит, я не боюсь, законы не нарушал, там, волков, диких зверей нет, ну, полное спокойствие, но внутренний страж формировал, и, ну, кто меня знает, он знает, что я там, я не такой, я не такой, я не хочу сейчас, но внутренний страж есть, он формирует, ну, вот это вот, обеспечение, его надо просто один раз сформировать, те, кому нужно это побыстрее, пусть обращается в личку, наберем группу, или хотя бы, или мини-группу, и мы сделаем, там, от 5 до 10 человек, или там, до 15, от 5 до 15 человек, сделаем, и сделаем, это вот, внутренний страж, на вся сущие, первоначальные знания, там, что-то мы доделаем, и сейчас, что хочу сказать, вот, что наличие, атомной бомбы, не избавляет от необходимости, иметь пистолет в кармане, вот, от того, от того, что мы что-то там знаем, толку от этого никакого, то есть, знание, это ни в коем случае не сила, знание, сила, тогда, когда у вас есть, понимание этого знания, есть мудрость, как его применять, есть навыки для применения, есть сила воли и решимость, да, а если вы дурак, по типу Горбачева, когда Горбачев первый парень на деревне земля, но круче его никого нет, а он, аааа, слабак, извини, там, ну, в общем, слабак, умеет только делать подковерные игры, и так далее, и сдал, в общем, превратился в ничтожество, ну, просто, как бы, такой яркий пример, да, вот, и все видели, по своей жизни, как маленькие, там, хлюпенькие, и то держат на расстоянии, там, больших и сильных, поэтому, вот этот внутренний страж, его нужно сформировать, чтобы, с одной стороны, у вас все было хорошо, и спокойно, и в то же время, вы, вот, ну, соблюдали вот эту вот золотую середину, как, жить счастливо, и в то же время, быть готовым к отражению атаки, ну, всем благодарю, за внимание, счастливо,